На 37-м заседании областного парламента бюджет Ленинградской области принят во втором и третьем чтениях. Это значит, что депутаты законодательного собрания и работники правительства пришли к общему мнению о том, какие сферы будут профинансированы за областной счет и в каком размере. Пропорции сохранились, они не изменились. Мы ту динамику развития, которую по отраслям формируем последние годы, она продолжается, она подкреплена реальными деньгами. Тем не менее, результаты ожидаются лучше, чем запланировано на данный момент. За 150 миллиардов, я уже говорил, мы перескочим, и комитет финансов подтвердит нам отчетами своими, то, естественно, получается, что мы снижаем свои обороты. Но мы же каждый год планируем, исходя из прогнозов, которые дают нам в том числе и Минэкономики, налоговая инспекция и целый ряд экспертных организаций, которые прикидывают примерно динамику развития в том числе и Ленинградской области, России в целом, международной рынке. Исходя из этого, вот 127 расходная часть, 120 доходы, это тоже очень неплохой показатель, тем более, что они у нас закрывают наши обязательства публичные, которые уже приняты, то есть мы ничего не уменьшаем. Разговор только пойдет о том, чтобы попытаться увеличить госпрограммы и какие-то вещи, которые, может быть, можно сделать дополнительно к тому, что у нас уже принято. И успешное завершение большого дела было отмечено особенным образом. После своего выступления и принятия депутатами бюджета на 2019 год Роман Марков пригласил в зал заседаний Государственный симфонический оркестр Ленинградской области под руководством Михаила Голикова, который исполнил песню «Замыкая круг». Депутаты уже знают, куда можно направить средства, полученные сверх запланированного, так что в следующем году им предстоит насыщенная работа. Но и сейчас на повестке дня немало вопросов. Например, парламентарии продолжают обсуждать инициативу применения к собственникам земельных участков, которые не участвуют в борьбе с борщевиком, административных мер. Тогда ответственность конкретно каждого человека, мы считаем, вырастет на порядок. И будет проще вообще решить проблему с борщевиком. Те земли, которые не учтенные или, как мы говорим, бесхозные, это проблема правительства, проблема муниципалов. А те же, возьмем, садоводческие товариства, которые, те дороги, которые зарастают борщевиком, люди должны заботиться о том месте, в котором они живут. Если они не хотят этого делать, то будем принимать административные меры. В ходе работы вопросов возникает много. Как, например, в случае с законопроектом, который должен обязать собаководов, так же, как и автомобилистов, проходить освидетельствование на алкогольное опьянение. Каким образом у него будут определять состояние опьянения алкогольного или наркотического? Я так понимаю, что это у нас областной закон, получается, по нему административные протоколы должны составлять чиновники администрации. Вот каким образом они человека с собакой поведут и куда? В отдельно взятых случаях, ну и поступают, соответственно, если человек там, ну явно находится в состоянии алкогольного, либо наркотического опьянения, тогда вызывает сотрудник милиции. Это ставится под подозрение. Его доставляют в отдел полиции. Не обходят стороной депутаты и приятные стороны жизни. Перед началом 37-го заседания прошла церемония награждения победителей региональной олимпиады по математике имени Леонардо Эйлера. После лучших математиков области парламентарий наградили лучшие династии, отличившиеся в семейном предпринимательстве. А напоследок законодательным собранием были отмечены победители творческого конкурса среди журналистов «Дела и лица». Продолжение следует...